Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем первую главу книги пророка Захарии. Само имя пророка означает «Господь вспомнил». И мы с вами, читая эту книгу, поймем смысл этого имени. Тот, о ком вспомнил Господь. События, которые описываются в ней, связаны с возвращением из Вавилонского плена. Захария – это один из 12 малых пророков, и это предпоследний. Он вернулся вместе с Зарававелем и Иисусом из Вавилона. Он родился в плену или был угнан туда, в изгнание. Он возвращается вместе со всем народом и начинает свое пророческое служение через два месяца после того, как его начал пророк Агей. Два пророка, которые вместе воодушевляют вернувшихся людей отстроить Иерусалим и прежде всего отстроить Иерусалимский храм. И нужно себе представить энтузиазм этих иудеев, которые вернулись к себе на родину после эдикта царя Кира. Они с горячим энтузиазмом принимаются за работы, но сталкиваются с сопротивлением тех людей, которые за эти 70 лет изгнания поселились на этих землях. У них тоже есть свои притязания на Иерусалимский храм, на обычаи. И вернувшиеся иудеи в их глазах выглядят странными и чужими. Поэтому возникают конфликты, которые приводят к тому, что строительство храма приостанавливается. И вот необходимо вмешательство пророков для того, чтобы возобновить эти работы, для того, чтобы воодушевить царя Иудеи Зарабавеля и первосвященника на эти работы. Пророк Иеремия предсказывал, что изгнание продлится 70 лет. В течение 70 лет в Иерусалиме не будет храма, и активная храмовая жизнь будет приостановлена. Будет сохраняться то место, где стоял жертвенник, и будут приноситься жертвы, но храмовая жизнь будет приостановлена. Ну вот 70 лет подходит к концу, наступает срок. Но ничто внешне не подтверждает того, что пророчество должно исполниться. Поэтому пророк Захарий отвечает на этот вопрос, почему реальность не подтверждает то, что слова пророка вот-вот должны исполниться, и что нужно делать в этих обстоятельствах. Наполовину книга пророка Захарий состоит из видений. Практически первые шесть глав — это калейдоскоп очень ярких видений, подобно тому, как мы во сне ночью видим сновидения. Также и пророк видит вещи и видения, которые позволяют ему истолковать суть происходящих событий. И вторая часть этой книги говорит о мессианском царстве. В частности, там содержится пророчество о царе Мессии, помазаннике, который входит в свою столицу на осленке, потому что это царь мира. Он не входит на боевом коне, он входит на смиренным животном, потому что это смиренный царь, царь мира. И поэтому книга пророка Захарии очень часто цитируется в Новом Завете, в нашем богослужении. По своей структуре она не представляет собой богословский трактат. Не нужно думать, что здесь как-то логично излагается некая доктрина, учение с уважением причинно-следственных связей. И скорее эта книга написана как яркий калейдоскоп образов, видений, которые позволяют увидеть некое целое и ответить на главный вопрос. Итак, обратимся к тексту самой книги. Восьмой месяц второго года царства Внедария было слово Господне Захарии, сыну Варахеину, внуку Аддо. Уже идентичность пророка, когда упоминается имя его отца, имя его деда, для того, чтобы точно установить личность, указывает нам на то, что он потомок священческого рода. И в своей семье он является первенцем. Поэтому он прямой претендент на должность первосвященника Иерусалимского храма. Он из коэнов, из первосвященников. «Господь сильно прогневался на ваших отцов, потому передай народу слова Господа воинств, вернитесь ко мне, призывает Господь воинств, и я к вам вернусь, не уподобляйтесь отцам вашим». Итак, слово Господне обращается к пророку, и это происходит через видение. Пророк слышит голос, видит образы, которые затем он должен передать народу, для того, чтобы народ услышал волю Божию. И здесь звучит ключевое слово, которое важно не только для Ветхого Завета, но и для нашей с вами жизни. «Вернитесь ко мне». Как раз это образ покаяния. В еврейском языке это образ очень яркий, буквальный. Ты шел, ты заблудился в лесу, и ты разворачиваешься и возвращаешься домой, приходишь в себя. Поэтому опомнитесь. Помните, имя пророка Захария означает «Господь вспомнил». Опомнитесь, придите в себя, покайтесь, и я вернусь к вам, и я обращусь, повернусь к вам лицом. И не будьте, как ваши отцы, жестокосердные и упорные в своих блужданиях и своих прегрешениях, потому что именно это им стоило вавилонского изгнания. «К ним издревле взывали пророки, передавали им слова Господа воинств, «Не ходите более путями неправедными, оставьте злые дела свои, но они не послушали, не вняли мне», говорит Господь Саваоф. Итак, причина тех несчастья, которые выпали на долю народа, это прежде всего нравственные блуждания и грехи, неправедные пути. Любой неправедный путь ведет в никуда. «Где же теперь отцы ваши, да и пророки, разве вечно они живут?» Человек смертен, поэтому и отцы уходят, и даже пророки, праведники, угодники Божии тоже смертны, и умирают, но Слово Божие пребывает вовек. И те пророчества, которые произносили пророки, они тоже не теряют свои силы, свои актуальности даже после их смерти. Пророка Иеремии больше нет, но его пророчества сейчас исполняются. Поэтому сказано, «Но то, что я сказал, что определил, что заповедал пророкам, служителям моим, разве не постигло все это отцов ваших?» И тогда раскаялись они и признали. «Господь воинств обошелся с нами так, как мы того заслужили, жизнью своей и делами, так, как он и судил, как он решил поступить с нами». Итак, главная тема этой книги – видеть невидимое. И нужно понимать, что видеть невидимое – это не означает видеть нечто воображаемое, как иногда люди увлекаются каким-то ложным мистицизмом и странными видениями. Нет, когда пророк видит невидимое, он видит окружающую его реальность, но видит какой-то новой глубине. Глубине в сокровенных глубинах этой реальности он видит, как рука Божия направляет эту историю и действует в жизни народа. И поэтому вавилонское изгнание, депортация – был урок не просто наказания для того, чтобы унизить народ, но для того, чтобы народ смог вернуться в Иерусалим обновленным. Кстати, очень важный момент. Здесь мы постоянно встречаем образ ангелов. И даже имя «Господь Саваоф» – это Господь ангельских воинств, Господь сил, Господь вседержитель, Господь всей вселенной, которая наполнена ангельскими силами – это тоже образы, которые заимствованы пророками из богатейшей культуры Вавилона. Поэтому из Вавилона народ вернулся обновленным, новым, в том числе и с точки зрения языка и богословской культуры какой-то. Поэтому нужно понимать, что те ангелы, о которых будет речь в видениях пророка Захарии, тоже имеют совершенно конкретное значение, которое вполне вписывается в богословие Ветхого Завета и библейское откровение. Итак, первое видение, которое видит пророк. В 24-й день 11-го месяца, месяца Шиват, то есть через три месяца, это примерно середина февраля 519 года, во второй год царства Недария, было слово Господне пророку Захарии, сыну Варахилеву, внуку Адо. «Вот какое видение было мне ночью. В долине стоит всадник на рыжем коне, среди миртовых деревьев. Позади него тоже кони, рыжие, гнедые и белые. Я спросил, кто это, владыка мой? Ангел, говоривший со мной, ответил, я покажу тебе, кто это». Вот здесь мы оказываемся в пространстве ночного пророческого видения, где есть образы, где есть голоса, где действуют ангелы. Есть ангел, который в виде всадника на рыжем коне. Есть ангел, который становится собеседником пророка. И между ними есть определенная иерархия. И все это кажется очень загадочным. И сама эта география. Миртовые деревья указывают на храм, связанные с культовым действом. И поэтому этот всадник, несмотря на то, что он стоит в поле, как бы в поле, он стоит в Иерусалиме, там, где будет отстроен храм. Поэтому это не просто какой-то случайный всадник. Тогда человек, который стоял между миртовыми деревьями, пояснил. Эти кони – это те, кого Господь послал обойти всю землю. Они обходят эту землю, как некий ночной патруль, и возвращаются и докладывают Господу Вседержителю. Они поведали ангелу Господню, стоявшему в Миртах. «Обошли мы всю землю, там всюду мир и покой». В действительности нет оппозиции, нет больше людей, которые враждуют против Бога. В частности, та оппозиция, которую условно мы называем самарянами, те, которые противились восстановлению Иерусалимского храма, новые жители Иерусалима, они тоже замолкли. Замолкли, и больше нет никакого сопротивления. «Ангел Господень на это отозвался. Господи воинств, когда же ты умилосердишься над Иерусалимом и всеми другими селениями Иудеи, на которые негодуешь ты вот уже 70 лет?» 70 лет, как приостановлена жизнь на Сионской горе, как разрушен храм. И это был знак гнева. И мы здесь увидим по тексту, что слово «гнев» Божий рифмуется со словом «ревность». «Господь ответил говорившему со мной ангелу словами добрыми и утешительными». Тогда ангел, снова обратившись ко мне, сказал, «Провозглашай повсюду сии слова Господа воинств. Горячо возлюбил я Иерусалим и Сион». Итак, ангел посылает пророка исполнять роль благовестника, евангелиста. Он должен возвещать радостную весть о том, что гнев Божий ушел. И в действительности это был не как гнев человеческий, который всегда разрушителен. В действительности это была ревность. Человек не имеет права ревновать, потому что человеческая ревность всегда уничтожает другого человека. Но ревность Бога, она имеет положительную энергию, положительную силу. Потому что в действительности Господь горячо возлюбил Иерусалим, Он ревнует о нем, возревновал о нем, то есть возлюбил безраздельной любовью. И эти слова о том, что Иерусалим, гора Сион, в действительности остаются любимым детищем Господа и его избранниками, и есть суть той благою вести, с которой Пророк выйдет к своему народу. Именно в этом месте Царь Вселенной, Господь-Вседержитель, установит свой престол, свой трон. Слово «столица» означает «престольный город», там, где находится трон царя. И более того, это место станет центром и столицей всего мира, потому что царство, которое принадлежит Господу Вседержителю, простирается на все народы земли. Вот какое пророчество об Иерусалиме и о Сионе. Но здесь возникает вопрос, как народ Божий, народ избранный, должен относиться к другим народам, судьба Израиля и судьба других народов. И об этом говорится в следующих словах. «Велико негодование мое на народы, живущие беспечно. Когда недолгое время пылал мой гнев на Израиль, народы эти усугубляли его беды». Ну, в частности, самаряне, вавилонине, все, кто насмехался и угнетал народ Израиля. И есть вот те беспечно живущие, беззаботно живущие народы, которые пребывают в процветании, богатстве и лишь только усугубляют беды народа Израиля, его эксплуатируют, порабощают. «Потому так, — говорит Господь, — с милосердием возвращусь я в Иерусалим, отстроится в нем мой дом, храм, посвящает Господь Вседержитель, и землемерная верфь, мерный шнур, растянут по Иерусалиму». В действительности Господь уже возвращается в свою столицу, и один из знаков того будет отстроен храм, в котором будет пребывать Господь. И вот уже землемеры отмеряют участки земли и отмеряют размеры Иерусалима, как бы мы сегодня сказали, проводят кадастровые работы, которые подтверждают, что этот город возвращается к жизни, и вот-вот Господь вернется. И поэтому Господь призывает пророка Захарию обратиться к тем, кто еще не вернулся из Вавилонского плена. Примерно четыре пятых населения Иудеи, которые были изгнаны и депортированы в Вавилон, еще не вернулись. И вот еще какие слова Господа воинств провозгласи. «Вновь будут процветать города мои. Опять утешит Господь Сион, снова сделает Иерусалим городом избранным». Городом-столицей мира. Господь утешит, то есть наполнит радостью. И всегда эта радость, это утешение, эта атмосфера праздника является неким мессианским даром. Господь утешит и укрепит свой город, свой народ только так, как Он это умеет. И это сменяется вторым видением. Надо сказать, что в книге пророка Захарии восемь видений, и они между собой симметричны. Первое перекликается с последним, второе с предпоследним и так далее. Итак, второе видение. «Я поднял глаза и увидел четыре рога. Тогда и спросил говорившего со мной ангела, «А это что?» Ангел ответил, «Иуда, Израиль и Иерусалим разбросаны были этими рогами». Итак, мы здесь встречаем это необычное слово «рок», которое мы слышим в нашем богослужении. Например, «возвыси рог христиан православных», или наоборот, «сокруши рог неприятелей», потому что слово «рок» — это символ силы. «Бык опасен тем, что у него сильные рога». Поэтому понятно, что это становится символом силы и славы. И поэтому вот эта сила и неистовство враждующих народов рассеяли народ Израиля по всей земле. «После того Господь явил мне видение четырех кузнецов, четыре искусных мастера, которые работают по металлу и поэтому способны расправиться с этой силой. Я спросил его, что они будут делать? Он ответил, «Рога, которые ты видел, разбросали Иуду, и теперь никто там головы поднять не смеет. Но вот пришли кузнецы, чтобы устрашить народы и сбить их рога, которые помили они на землю Иуды, дабы рассеять ее обитателей». Итак, это видение внушает сначала пророку, а затем через его служение всему народу весть о том, что опасность миновала, смерть прошла стороной, наступает время собирать камни, время отстраивать Иерусалим в ожидании, предвосхищая то будущее мессианское царство, о котором речь пойдет в следующих главах. На портале к The Get.ru с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. 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 Санкт-Петербурга.